Дело в том, что, говоря об истории народов Северного Кавказа, мы до последнего времени вспоминали только о тех людях, которые сыграли важную роль именно в советский период нашей истории. Но на самом деле история народов Северного Кавказа гораздо богаче, и в этой истории было очень много людей, о которых мы сегодня можем и должны рассказывать. Вот одним из таких людей, который сыграл важную роль не только в истории своего родного нагайского народа, но и в истории народов Верхней Кубани, современной Карачаево-Черкесии, в истории Северного Кавказа, в истории Башкирии, был Ахлау Мусавич Ахлов. Это человек, который, в принципе, и в советское время о нем говорили немало, но, к сожалению, говорили только о его заслугах в советский период. А на самом деле он сам по себе был уже сложившимся человеком с богатой биографией уже к моменту революции. Если говорить о его родословной, конечно же, для всего Северного Кавказа и для Кубани род Ахловых он, конечно, был известен. Известен был давно, известен как княжский нагайский род, среди представителей которого было много, на самом деле, выдающихся людей, которые сыграли важную роль в истории и своего народа, и всего региона. И отец Ахлау был тоже известным человеком, он избирался депутатом горского суда Баталпашинского отдела. То есть в этом суде было всего два депутата. Один представлял карачаевцев, а второй представлял нагайцев, абазин и адыгов. Так вот, Муса Ахлов представлял именно три народа, свой народ нагайский, представлял абазин и представлял адыгов. Конечно же, род Ахловых известен был не только своими общественной деятельностью, но и военной. И поэтому, когда Ахлов уже отучился в местной школе три года, отец для него избрал в качестве основной карьеры, значит, военную карьеру. Надо сказать, что 25 февраля 2021 года исполнилось ровно 130 лет со дня рождения выдающегося сына нагайского народа, выдающегося деятеля Карачаевой Черкесии и России Ахлау Муссовича Ахлова. И ему было 8 лет, когда он поступил в школу, проучившись 3 года, в возрасте 11 лет, он по желанию отца решил поступить в кадетский корпус. Это было учебное заведение, среднее учебное заведение, в котором готовили мальчика к военной службе. И ближайшим кадетским корпусом, в который мог поступить Ахлау, это были Владикавказский кадетский корпус и кадетский корпус в Тифлисе. Но так как Владикавказский кадетский корпус только открывался в это время, ну и происходили всякие организационные моменты, то семья решила, что мальчик поступит именно в Тифлисский кадетский корпус. И сдав сложные экзамены, туда принимали только по экзаменам, учитывая все-таки его происхождение из семьи князя депутата горского суда, его приняли вот в это известное учебное заведение. Ахлау провел в этом кадетском корпусе 8 лет. Это время становления его было как мужчины. Он, помимо военных, чисто наук, он усиленно занимался физической подготовкой, потому что готовились к военной службе, а в то время, как мы все понимаем, не было такой развитой военной техники, и основная масса боев происходила непосредственно силами солдат и офицеров. Поэтому, кроме этого, конечно же, кадеты, они проходили и обучение по другим предметам, общеобразователям, изучали иностранные языки и так далее. Таким образом, в возрасте 19 лет, в 1910 году, Ахлау Ахлов успешно заканчивал Тифлисский кадетский корпус, и у него был выбор. Он, конечно, мог, не обязательно должен был он продолжать учиться по военной стезе, он мог, закончив этот корпус, продолжить уже работать на гражданской службе, но, тем не менее, он решает стать все-таки военным, продолжить уже в рядах российской и русской императорской армии тогдашней, и по правам того времени он поступает добровольцем в один из полков, и тут же, как только он становится солдатом, получает направление в военное училище и отправляется на учебу. Военное училище, в которое он поступил, это было Александровское третье училище, знаменитое учебное заведение среднеспециальное военное, которое готовило офицеров для всей России. В общем потоке было около 200 человек, и, в принципе, ну, за исключением Ахлау, ему аж двух-трех человек, конечно, все остальные были представители в основном российской аристократии, ну, со всех сторон Российской большой империи, а непосредственно кавказцев или представителей вот мусульманских народов было совсем мало. Учился Ахлау Ахлов весьма успешно. Он закончил училище по первому разряду, это означало, что он окончил в числе лучших, и был направлен по распределению в 41-й пехотный селенгинский полк. Этот полк, который был основан еще в конце 18 века и был одним из наиболее прославленных пехотных полков российской армии, именно в этом полку ему посчастливилось служить следующие несколько лет. Он служил в качестве младшего офицера в чине поручика, который его произвели после окончания училища. Он служил в течение двух лет, и к моменту, когда он отслужил как раз два года, началась Первая мировая война. Вот именно в Первой мировой войне на самом деле проявилась наиболее ярко его природная храбрость, мужество и героизм. Надо сказать, что его полк одним из первых вступил в бои с неприятелем, это были австрийские и немецкие войска, участвовал в очень сложных, в очень таких ожесточенных боях с врагом на территории, Западной Украины, Польши, которая была частью тогда Российской империи, других регионов. И уже буквально через два месяца после начала боевых действий, 9 октября 1914 года, Ахлав Ахлав был ранен, очень долго находился в госпиталях, и даже был отправлен на родину на поправку, после чего вернулся. Надо сказать, что за год с небольшим об этом мы в советское время практически никто не знал, и об этом не говорили. Почему? Потому что Ахлав Ахлав в советское время воспринимался только как боец за советскую власть. Но на самом деле за год участия в боевых действиях на территории, значит, в Первой мировой войне, Ахлав Ахлав был награжден несколькими орденами. Я просто перечислю. В российской армии офицеры могли награждаться только орденами, солдаты награждались только Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями. Солдат не мог получить Георгиевский орден, а офицер не мог получить Георгиевский крест или медаль. То есть, если мы слышим о том, что кто-то получил Георгиевский крест, мы должны понимать, что это человек, который был младшего чина, то есть не офицерского чина. Так вот, Ахлав Ахлав получил сразу несколько орденов. Еще раз повторюсь, значит, просто перечислим. В русской армии было предусмотрено два основных ордена для младших офицеров. Это, которые выдавались, ну, за, так скажем, постоянное участие в боевых действиях. Это орден Святого Станислава и орден Святой Иоанны. Так вот, за год Ахлав получил орден Святого Станислава третьей степени и второй степени, и орден Святой Иоанны третьей степени. То есть, в названии орденов степень шла от большей к меньшей. Наивысшая была первая степень. Кроме того, были ордена, которые выдавались за личную храбрость и за какой-то беспримерный подвиг. Это были ордена Святой Иоанны четвертой степени с надписью «За храбрость», ордена Святого Владимира четвертой степени за храбрость и ордена Святого Георгия четвертой степени. Это были ордена, которые выдавали за личное мужество, за беспримерный героизм и так далее. Так вот, Ахлав Ахлав за этот год получил оба ордена. То есть, орден Святой Иоанны четвертой степени это маленький знак, который укреплялся на эфес шашки и давался темляк цветов ордена Святой Иоанны, а также получил орден Святого Владимира четвертой степени. То есть, за год боевых действий Ахлав Ахлав, будучи подпоручиком пехотного полка, удостоверился пяти боевых наград российской армии. Это очень большой и очень важный показатель того, с каким героизмом он сражался и как умело командовал своими подчиненными в бою. Надо сказать, что бои, которые вела русская армия, они не всегда были победоносными, были отступления, были поражения, но, несмотря на все это, он проявлял себя с наилучшей стороны. Именно об этом говорят те награды, о которых мы сказали. Но, конечно же, те ранения, которые он получил, они повлияли на его здоровье, и учитывая то, что здоровье его уже было нарушено вот этими ранениями, в 1916 году, летом, в августе 1916 года, его производят следующий чин поручика, и тут же переводят на службу военно-учебное заведение. Это было Казанское военное училище в Катарстане, где он становится, значит, офицером, курсовым офицером училища. Здесь Ахлау проработал, прослужил около полутора лет, до конца 1917 года. Здесь он встретил известие о февральской революции, здесь он встретил известие об октябрьской революции. В конце 1917 года ему присвоили очередной чин штабс-капитана. Но, надо сказать, что когда началась революция, поначалу, как и большинство мусульман, офицеров, общественных деятелей, Ахлау Ахлов поддержал это общественное движение, особенно в Татарстане, в Башкирии в это время усиленно развивались мусульманские организации, общественные, военные мусульманские организации. Он во них всех участвовал активно. Он по заданию вот этих организаций ездил в Финляндию, где освобождал, значит, солдат, которые там, мусульман-солдат, которые там слушали, и привез их на родину. Он участвовал в организации вот этих национальных мусульманских частей. Но когда начала уже проникать советская власть, перед ним, как и перед многими офицерами, встал выбор. Либо идти за белых, либо идти за красных. И в данном случае Ахлау Ахлов выбрал сторону большевиков. Почему? Он, в принципе, конечно же, по идее, по самому своему происхождению и так далее, он должен был, по идее, выбрать белых. Он был сыном, он был князем по происхождению, он был царским офицером и так далее, и так далее. То есть такой человек, так сказать, априори, должен был избрать служение белым. Но почему он, и не только он, и многие другие офицеры избрали путь, который предлагали большевики? Наверное, потому что большевики обещали именно то, чего хотели многие народы России. В частности, что они обещали свободу вероисповедания, свободу учебы на родном языке, свободу в поступлении в высшеучебные заведения, свободу в выборе депутатов своих и так далее, и так далее. То есть обещали те права, которых у народов России, мусульманских народов не было, или они были даны в ограниченном формате. Поэтому, поверив вот этим обещаниям, Ахлав Ахлов, так же, как и его многие товарищи, соратники, он перешел на сторону советской власти. Конечно же, такого видного и боевого офицера Красная Армия привлекла сразу же для работы в своих частях. И об этом уже, конечно, много сказано, много написано о его участии в гражданской войне. Он командовал воинскими частями, башкирскими воинскими, дивизия башкирская, командовал вначале ротой, потом полком, потом дивизией, участвовал в боях на Украине, участвовал в обороне Петрограда в конце 19-го года. То есть, проявил себя на фронтах гражданской войны в Красной Армии так же храбро, так же героически, как и на фронтах Первой мировой войны. Не случайно, когда уже гражданская война закончилась, основная ее часть, он вернулся в Башкирию. Ему тут же предложили весьма высокие посты, вплоть до военного комиссара башкирской АССР. Он с большим энтузиазмом участвовал в этих всех организационных моментах. Был членом РИФКОМа, то есть членом местного правительства по тем временам Башкирии и так далее. Но, естественно, как и любой человек, он стремился вернуться на родину, и поэтому, когда к нему обратились земляки с просьбой вернуться на родину в 1921 году, во второй половине 1921 года, он возвращается в Аталпашинский отдел Кубанской области на тот момент и активно участвует в организации подготовки организации Объединенной Карачаево-Черкесской автономной области. Дело в том, что в это время карачаевцы уже имели свою государственность в форме национального округа Горской ССР, а другие горские народы современной Карачаево-Черкесии еще входили в состав Баталпашинского отдела Кубанской области. Вот именно с целью создания более высокой формы советской государственности, более высокого уровня, как со стороны карачаевцев, так и со стороны, как тогда говорили, горцев-зеленчуков, большого и малого зеленчука, то есть нагайцев, абазин и адыгов, проводили съезды, мероприятия, и на их основе было принято общее решение об организации Карачаево-Черкесской автономной области. В январе 1922 года вышло постановление в ЦИК об образовании Карачаево-Черкесской автономной области в составе этих четырех народов, а также казачьих станиц, которые проживали между ними, и Ахлау Ахлов был одним из членов революционного комитета, то есть местного правительства тогдашнего Карачаево-Черкесской автономной области. Надо сказать, что на родине он провел 7 лет. За это время, с 1922 по 1929 год, он работал на самых различных высоких должностях, он был помощником прокурора, он был членом области полкома, был кандидатом в члены президиума области полкома, работал помощником областного прокурора, потом заместителем прокурора, некоторое время исполнял обязанности прокурора области, а в 1925 году его выдвинули на должность военного комиссара Карачаево-Черкесской автономной области. Этот же пост он сохранил после того, как Карачаево-Черкесия разделилась на Карачаевскую область и Черкесский округ. Он был военным комиссаром Черкесского округа, потом области с 1928 года. Но, несмотря на все заслуги, которые у него были перед советской властью, перед своей родиной, автономией Карачаево-Черкесской автономной области, к концу 1920-х годов уже для многих то, что он происходит из княжеской семьи, то, что он царский офицер, то, что он человек совсем другой эпохи, если можно так сказать, для многих это стало казаться неприемлемым. В это время на него начинают писать доносы анонимки, начинают упрекать его, начинают вспоминать о том, что он имел царские ордена и так далее. И в этой ситуации делают все для того, чтобы он покинул родину. Его снимают, его исключают из партии, в которую он вступил еще в 1919 году. Его коммунистическая партия имеется в виду. Его снимают с постов, и он вынужден уехать в Казахстан. Именно там он провел следующие несколько лет. Там, в отличие от родины, к нему отнесись более лояльно, он занимал там весьма ответственные посты и по хозяйственной части, и в органах внутренних дел, работал на различных постах. Но, тем не менее, конечно, все равно тоска по родине, какие-то ностальгия по родным и так далее вынудила его. В середине 1930-х годов вернуться на Северный Кавказ. Но так как на родину он не мог поехать, потому что вполне мог ожидать еще раз преследования, он обосновался в Пятигорске и работал на хозяйственной работе. Но, к сожалению, как и абсолютное большинство наших выдающихся деятелей начало 20-х годов, многие из которых были активными сторонниками советской власти и внесли большой вклад в ее установление на Северном Кавказе. Ахлау Ахлов в 1937 году пал жертвой репрессий. Вновь вспомнили все его, в кавычках скажем, грехи перед советской властью, придумали абсолютно фантастическое обвинение в том, что он участник контрреволюционной организации, буржуазные националисты и так далее. И в 1937 году он был арестован и вскоре был согласно сталинским спискам, которые подписывались непосредственно Сталином и его окружением, он был приговорен к смертной казни и погиб от рук палачей. Жизнь Ахлау Ахлова закончилась 46 лет. На самом деле, естественно, что остаться он живым, он бы еще многое сделал и для своей родной области, своего родного региона, для своего народа и для России в целом. И, конечно же, сегодня, спустя более 7 десятилетий, почти 8 десятилетий, даже 8 десятилетий после его смерти, многие детали его жизни до сих пор остаются неизвестными нам. И мне кажется, наша задача и научной общественности, и общественности, нагайской общественности в целом, интеллигенции, журналистов, родственников, сделала все для того, чтобы имя этого человека, который на самом деле был патриотом и своего народа, и своей малой родины, и большой родины России, а далее и Советского Союза, обязанность всех нас, всех, кто понимает и ценит его вклад, это сделать все для того, чтобы имя его не только не забывалось, а для того, чтобы она звучала как можно чаще и как можно на более высоком уровне, для того, чтобы все поколения нагайской молодежи, молодежи Карачаева-Черкесии, молодежи Северного Кавказа знали, что среди наших народов был такой человек, который прославил и себя, и свой род, и свой народ, и всегда был патриотом большой и малой родины. Продолжение следует...